Сегодня у нас знаменательный день. Начинает работу новый семинар, общеинститутский семинар, который называется «Математический коллоквиум». И, конечно, надо объяснить для начала, почему вдруг этот семинар возник и чем он отличается от общеинститутского семинара, который у нас проходит раз в месяц, как вы знаете. Инициатива организации такого нового семинара принадлежала нашему Совету молодых ученых. И, собственно, и формат, и структура все обсуждалось довольно горячо и подробно на заседании Совета молодых ученых. Идея стоит в том, что отличие от нашего основного математического семинара, общеинститутского, состоит в том, что, ну, во-первых, этот семинар, конечно, в большей степени рассчитан на молодых наших сотрудников и не только наших, а тех, кто будет приходить, на гостей. И его цель состоит в том, чтобы больше обучать, нежели давать уже готовые результаты и, как говорится, достижения формулировать. Сколько обучать, знакомить с новыми направлениями в математике. Поэтому упор делается на это. И в этом, может быть, его отличие от общеинститутского семинара, цель которого тоже стоит, чтобы обучать, но все-таки там предполагается уже солидная подготовка от слушателей. А здесь идея стоит в том, что нужно начинать, грубо говоря, с университетских курсов и доводить уже до каких-то результатов. Первоначальная идея была назвать этот семинар, может быть, даже, ну, по крайней мере, одна из идей была назвать семинар Совета молодых ученых. Но потом, когда все это очень горячо обсуждалось, решили, что нет, семинар должен быть рассчитан на всех, поэтому не надо, чтобы он назывался семинар молодых ученых. А вот придумали такое название «Математический коллоквиум», которое выдержало там долгое голосование, все варианты в результате отпали, а вот этот вариант остался. Руководитель семинара вот находится здесь, Сергей Горчинский. Состав бюро семинара, те, кто будет определять его программу, вы видели, он есть на объявлении. Ну что, я хочу только пожелать успеха этому семинару. Чем больше семинаров хороших, тем лучше. И предоставить слово Сергею Горчинскому, руководителю семинара. Спасибо, Армир Владимирович. Да, ну вот уже Армир Глебович так более-менее обрисовал идею семинара. Вот, но я действительно хотел сказать, что, наверное, это будут не очень современные результаты. Например, то, что я буду обсуждать сегодня, это... Это будут вещи не менее 60-летней давности, вот, но, с другой стороны, мне кажется, что вот все учились, многие учились там на их мате или где-то еще, курсы до третьего, а потом каждый пошел на свои семинары, спецкурсы, спецсеминары, и уже все постепенно перестали друг друга понимать, скажем. И даже хуже того, судя по себе, даже то, что было на третьем курсе, например, я, например, ну еще помню, что такое независимая случайная величина, но, наверное, центральной предельной теоремой я вряд ли правильно смогу сформулировать, признаюсь. Или, скажем, что такое вычислимое множество, еще, наверное, тоже могу вспомнить, а вот, как доказывать теоремию Геодли, тоже не помню. Вот, поэтому мне кажется, что неплохо действительно вернуться к истокам и как-то просто рассказать про разные, ну, так сказать, продолжение третьего курса в каком-то смысле, так сказать, чтобы, потому что, что вообще еще бывает на тематике. Вот, ну и спасибо, значит, всем, кто пришел, спасибо всем, кто сейчас смотрит это онлайн и будет смотреть. Мы надеемся, что как-то будет интересно, народ будет еще приходить. Вот, и, значит, ну, вы, наверное, видите, объявление, есть e-mail, колок, собаками, рассуи. Если у вас нет рассылки, то вы, пожалуйста, напишите туда и будете получать рассылку. Вот. Итак, значит, я хотел сегодня рассказать про то, что такое Аделия. Аделия – это такой очень мощный аппарат, прежде всего, в алгебраической теории чисел, вообще в теории чисел, в арифметической геометрии. Вот. И он появился где-то в послевоенные годы в работах Андре Вейля и Клода Шевале, независимым образом. И тогда изначально он родился при построении теории полей классов, то есть описания группы Глуа поля Ку, скажем, или каких-то похожих полей. Значит, и... Ну, тогда, потом, в работах Тейт и Васау выяснилось, что Аделия также могут очень эффективно применяться для изучения зета-функции. И вот я всегда думал рассказать про разный аспект Аделия, но вот когда стал готовиться, понял, что, дай бог, успел рассказать про приложение к зета-функции. Поэтому, наверное, вот только в основном про это я и буду сегодня говорить. То есть про теорию полей классов и теоремы типа конечность и типа деревня, наверное, я сегодня не буду упоминать. Итак, начнем. Значит, сначала зета-функции Римма. Ну, это, может быть, уже многие хорошо тоже помнят. Но я напомню, значит, что сначала определение. Его дал Эйлер в 1737 году. Значит, оно говорит, что эта функция от С, это произведение по всем простым. 1 на 1 минус П в степени минус С. Значит, ну тут, конечно, надо обсудить, когда такое произведение сходится. Понимаете, что так вообще-то оно вряд ли сходится. Например, если С, оно единица. Вот, ну поэтому Эйлер справедливо предполагал, что С больше единицы. Вот, ну дальше, значит, все-таки Эйлеру хотелось как-то при других С меньших единицах тоже придать значение, придать смысл этому числу. И тут он как-то так вот, ну он был большой мастер суммировать несуммируемые ряды и брать неберующиеся интегралы. Вот, и он как-то так вот интуитивно предугадал, что должна быть связь между 1 минус С, то есть как раз когда С становится меньше, скажем, единицы или даже нуля. И наоборот С. И вот, основываясь на эту связи, он придал смысл З от отрицательных чисел, целых, например. Вот, но чтобы сказать строго, что значит какая связь, мы вообще-то, если эта функция на вещественной прямой, мы как хотим, так и можем определить ее там, где она неопределена, в принципе. Вот, но это как-то не будет ничего означать глубокого. Но потом, когда в 19 веке появился комплексный анализ, стало ясно, что есть такое понятие, как аналитическое продолжение. И принципиально-конституальным моментом является рассматривать это как функцию комплексного переменного. Когда написать вот так вот. И тогда уже можно говорить про аналитическое продолжение. Вопрос о том, есть оно или нет. И тогда уже действительно можно говорить о том, что значит, что функция, скажем, продолжается из вот этой области в область, где Реэс меньше единицы, меньше нуля. И уже тогда обсуждаются какие-то симметрии. Вот. Значит, тем не менее, в 19 веке, когда все это только развивалось, когда стали рассматривать уже функции с комплексно-значными значениями, появилась и некоторая идея из Эйнштейна. Это была следующая, пожалуй, серьезная идея. А, да, я забыл сказать утверждение, которое, может быть, многие знают, что за эту функцию s также можно переписать по-другому, что это сумма по всей моим большинам единицы 1 на n степени s. Вот. Ну, доказательство заключается в основном теореме арифметики, а также в том, что ряды абсолютно сходятся соответствующие. Вот. То есть раскрыть скобки и умножить. Так вот, следующая важная идея принадлежит Эйнштейну. Значит, при тем, к ее сказать, давайте напомним, что-то формула суммирования Пассона. Это вот очень важные здесь слова, они потом у нас еще будут возникать. Итак, пусть f от x – это некоторая, так скажем, хорошая функция, ну, там, непрерывная и еще, конечно, условий на ограниченность, функция от x из r комплексно-значная, скажем. Вот. Тогда у нее можно определить преобразование Фурье, я напомню, которое, значит, от y будет по определению этой интеграл f от x, если это минус 2π и x и y. Да? Вот. Преобразование Фурье. Видите, здесь уже мы переходим к комплексным числам, уже ограничиться только вещественными функциями было бы невозможно. Тут уже важен комплекс анализ немножко. Вот. Значит, это преобразование Фурье. Вот. Вот. Чем оно хорошо? Оно хорошо многим, но в том числе есть такая важная формула суммирования полосцовного, что если мы возьмем функцию и просуммируем по всем целым числам, хорошую функцию, то это будет то же самое, что взять и просуммировать ее преобразование Фурье тоже по целым числам. Вот. Значит, вот здесь у нас, обратите внимание, безусловно, суммируется по всем целым числам, ну, по си, по всем целым, по всем большому единице, но это легко восстановить. Некоторые функции. Какая функция? Да, один идиотичный степень нет, правильно. Поэтому, значит, давайте применим вот эту самую формулу суммирования Пуассона к зета-функции. Эта идея принадлежит на Зенштейну. Идея. Эйзенштейн – это один из трех гениальных математиков, которые жили в одну и ту же эпоху и погибли до 30 лет. Готт. Готт. Нет, Готт. Готт. Эйзенштейн. Значит, положим, в качестве f от x возьмем модуль x степень минус s. Ну, чтобы по всем целым, да? Понятно, что здесь можно суммировать по всем, это просто в два раза больше будет. Вот, значит, тогда у нас имеется преобразование Фурье, которое будет, значит, ну, по определению, что такое, это x степень минус s. dx. Вот, но теперь, естественно, конечно, сделать сдвиг переменный, да? Нет, не сдвиг, умножение, а значит, x заменить на x на y, правильно? И тогда мы избавимся от одной из переменных получив, что это просто модуль y в степени s минус 1, умножить на 100, зависящая только от s. Давайте, g от s обозначу эту функцию. Значит, g от s, это по определению, тогда, по r, x степень минус s, е степень... Да, просто я сделал замену переменных, мы так и дали. И что же мы видим? Мы видим, что это почти она же сама, только умножена на некоторую функцию, зависящую от s, как функция от x, и s меняется на 1 минус s. Вот это принципиальный момент. То есть мы видим, что таким образом где-то функция от... Вот, используя формулу суммирования Пуассона, используя формулу суммирования Пуассона, мы получаем, что где-то функция от s, где-то функция от 1 минус s, умножить на вот такую же от s. Вот, ну вот, где есть ошибка? Разумеется, не так. А что, ну, там, за лено, во-первых, мы с умерем в целом, а то он нулитик очень нервный. Что такое, в ноль степени... Ну, это как раз ничего, но, скажем, ну, это не, в правильную сторону, да, разговор. Ну, допустим, когда, там, s, там, больше или меньше, там, нуля, по правильному образу, можно, конечно, нулём доопределить, ну, скажем, в x квадрате. Если это, скажем, равно минус 2. Но это близкую сторону, правильно, да. У вас функция интегрируема. Правильно, функция, вот, правильно, функция интегрируема. Функция, я не сказал, что это хорошая функция, чтобы была формул суммирования Пуассона, но сразу видно, что она вряд ли хорошая. Почему? Потому что, ну уж наверняка, обе части должны быть корректно определены в этой формуле, иначе чего мы сравниваем. И так вот, ясно, что, если у нас s такова, вот s больше 1, что одна часть определена, то есть, за эту функцию определена, вот одна, для этой функции сумма по целу определена, то тогда для этой функции уже ничего не будет определено, правда же? s на 1 минус s заменилось. Поэтому уж явно, что эта функция не является сейчас на случай хорошей функцией. Вот. Но это такая догадка, тем не менее, принижающая Резерштейн. То есть, вообще, идея, что сюда надо как-то применять формулу суммирования Пуассона. Она является абсолютно прорывной идеей, и он ее вроде сообщил Римману, как считается. Потом, значит, появился Римман, который уже строго доказал функциональное равнение. и сейчас мне хочется рассказать его доказательства. Потому что оно будет, собственно, поучительное, и оно является в каком-то смысле анализ этого доказательства, будет мотивацией к тому, чтобы догадаться того, что такое Адели. Вообще, как бы весь доклад будет построен так, что, наверное, мы только в конце определим, что такое Адели. Римман тоже до 30 лет? Почему нет? Ну, сказал, что три великих, так сказать, до 30 лет, а Римман... Вот, так что... Нет, 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 там два других. Конечно. Так, функциональное равнение. Функциональное равнение. Итак, Римман предложил, и вот теперь тоже, как бы, такое... Сейчас будет выглядеть как озарение. Значит, и вот, собственно, цель доклада объяснить, как это озарение можно было бы понять естественным образом, узнав, что такое Адели, или там, с одной придумав. Так вот, такое озарение. Давайте неожиданно возьмем вот этот абсолютно сходящийся ряд при рельсе больше единицы домножим на некоторый другой тоже абсолютно сходящийся интеграл. А потом поменяем, поскольку все абсолютно сходится, можно поменять местами суммирования и интегрирования. Казалось бы, так можно на все что угодно умножать. Но вот если на все что угодно умножать, ничего хорошего не получится, а Римман догадался, что надо... На что надо умножить, чтобы все было хорошо. Так. Значит, давайте рассмотрим такую функцию. Я прошу прощения, мне хотелось бы... Давайте вот эту f назовем от s. А мне вот как раз вот эту, которая сейчас будет хотела... Извините, пожалуйста. Значит, которую сейчас хотелось бы назвать g. Итак, рассмотрим такую функцию g от s. Опять, 3s больше единицы. Значит, функцию такую. Интеграл по r. E в степени минус π. Теперь я неспроста хочу другую перемену, уже не x и не y, а t. Хорошо? Значит, E в степени минус π, t в степени s, по модуле dt делить на t. Вот так вот, с неба, пока возьмем такую функцию. К концу доклада мы поймем, почему такая функция убрать естественно. И возьмем, рассмотрим, g от s помножить на z функцию от s. Назовем это x-функция. Собственно, как она стандартно теперь в учебниках называется. Ну, замечание в том, что это не такая уж какая-то неизвестная никому функция. Если вы помните определение гамма-функции, интегральное представление, то это очень похоже. И, конечно, одно через другое выражается. Нам это использоваться не будет, но просто в качестве замечания, чтобы было, собственно, вот видна связь, если кто-то видел определение кси-функции в более стандартном виде, не в таком, что эта функция g от s, это не что иное, как π в степени s пополам на гамма-функцию от s пополам. Где гамма-функция? Ну, похоже, можно определять, я писать не буду, я просто напомню, что гамма от n, например, для целого, это минус один факториал. Для натурального. Извините, для натурального я целого. Вот. Итак, давайте, значит, умножим интеграл на ряд. И внесем, соответственно, вынесем сначала все по знак суммирования. Итак, си от s. Получается, что эта сумма по всем n больше одной единицы интегралов, правильно? Каких интегралов? Я умножаю одно на то. e в степени минус πt квадрат на t в степени s на n в степени минус s. Обратите внимание, они очень хорошо вместе разводятся в степени s. dt делить на t. Теперь, ну, конечно, надо сделать замену t на nt. Ну, на n минус первое t. Так, продолжаю там. И что же получается? Получается по-прежнему сумма интегралов по r. m квадрат, оно выстреливает здесь. Ну, давайте я тоже по-прежнему t буду писать новые примены, но m квадрат выстрелит уже в показатель, правильно? Здесь будет все та же самая t в степени s dt на t. Вот. Вот это уже очень хорошо. Почему? Давайте поменяем интегралы с суммами с таймами. Мы видим, что здесь будет суммироваться некоторая функция, которая уже прекрасно суммирована. Если минус πx квадрат, такая волновая функция, она вся прекрасно бывает. С ней там понятно, что формула суммирования полосона есть с кем-то доработать, тоже с такими точно должна. Она быстрее любого, но при новом бывает. Вот. Так вот, к ней уже суммирование, уже можно будет применять формулу суммирования полосона. Давайте даже отдельно обозначим, это называется тета-функция. Тета от t. Значит, пусть это будет сумма по всем целым, чтобы было, значит, хорошо контактироваться с формулой суммирования полосона. Так это будет сумма по всем целым. е-сепени минус π. Да, там совершенно... Вот, заметьте, здесь у нас происходит удвоение. Сейчас я это покомментирую. Здесь не происходит удвоение, но на самом деле здесь происходит. Почему? Потому что вот эта функция, она четная. Вот. Ну, а мы давайте это удвоение, наоборот, запихнем сюда. А здесь сейчас я буду положительно только интрирутировать. Совершенно право. Вот. Значит, это так. е-сепени минус π t квадрат n квадрат. Что я пишу? Да, все правильно. Да, вот такая функция. Значит, и тогда получается, что эта вещь равна чему? Она равна интегралу... Давайте я, как я так же сказал, буду суммировать, буду интегрировать только по половине, то есть получу r больше нуля. Да? И здесь будет получаться тета от t. Единственное, я должен учесть r равно нулю, то, что замечал коллега. Значит, нужно вычесть по этому единицу. Вот. Потом нужно модуль t в степени s dt делить на t. А, да, кстати, почему я все время так трепетно пишу не dt, а dt делить на t, и t не хочу сюда вносить? Да потому что это очень хорошая мера, dt на t. Вот при такой замене она, значит, просто не меняется, потому что это звик на мультипативной группе, поэтому так удобно писать. Но это еще сегодня будет важно с этой меры. как мера Хара. Итак, возникает такая вот штука. Ну, и с этим уже очень удобно работать. Да, значит, теперь главное обстоятельство, что из формулы суммирования Пуассона следует такое функциональное равнение, что тета от t равнение с 1 делить на t тета от 1 делить на t. Это потому что здесь уже функция, которую можно суммировать, которая глава его бывает все как надо. Понятно? Вот такое уравнение на t. И, значит, здесь весь интеграл... мы видим, что есть симметрия между t и 1 t. Что это означает здесь? Здесь это означает симметрия между интервалом от 0 до 1 и от 1 до бесконечности. Правильно? Замена t на 1 на t. Вот, поэтому давайте разобьем интеграл в сумму 2. Интеграл, где t больше 1, плюс интеграл, где t меньше 1. И вот это вот я назову кси плюс от s, а это я назову кси минус от s. Вот. Значит, какое замечательное свойство кси плюс от s? Оказывается, что кси плюс от s она сходится вообще для всех s. Потому что мы с вами знаем, что она сходится, когда s большое. Но поскольку t больше, t, t дефис то, поскольку t больше 1, то когда мы возьмем меньшую степень, то будет число только меньше. Значит, тем более интеграл будет сходиться. Правильно? кси плюс она вообще для всех s. Это просто целая функция, гламортная функция от s для всех s. Замечание важное тут, что кси плюс просто гламортная по всем s с c. Вот здесь важно, чтобы интегрируем по t больше 1. И уменьшая s, мы только улучшаем себе всю сходимость интеграла. А что кси минус? У нас кси минус, естественная идея, взять и заменить t на 1, на одну тетую. И когда мы заменим t на одну тетую, мы не сильно будем отличаться от кси плюс. Вот за счет этого функционального уравнения. Понимаете? Но, однако, разница будет какая? Потому что мы суммируем, здесь интегрируем не всю тета, а тета минус 1. И вот сейчас я напишу более четко, какое у нас есть обстоятельство. Значит, у нас из формулы суммирования Плассона, из которой следует такое функциональное равнение, из этого, в свою очередь, следует такая связь между кси минус и кси плюс, что кси минус от s плюс, давайте добавим нехватающую единичку, то есть плюс интеграл, это будет, соответственно, по t меньше единицы. Меньше единицы, больше нуля, естественно. Где тут? Меньше единицы, больше нуля. Вот. Значит, интеграл чего? t в степени s dt на t. Правильно? Я единицу вычитаю. Вот поскольку все вместе это интеграла функции тета, а тета обладает такой симметрией, то возникает, что это равняется кси плюс от 1 минус s, плюс интеграл по t больше единицы t в степени 1 минус s dt на t. Вот. Но такие-то интегралы мы умеем с вами брать. Значит, это будет 1 на s, а это будет минус 1 на 1 минус s. И, в общем-то, на этом все кончается, потому что наша функция кси от s. Я помню, что кси от s это сумма кси минус от s плюс кси плюс от s. Если мы так кси минус занесем вот это, мы увидим, что функция абсолютно симметрична при замене s на 1 минус s. Это раз. И два, что это сумма двух голомордных функций кси плюс и кси плюс и двух очень простых функций 1 на s и 1 на 1 минус s. То есть мы получаем абсолютно всю информацию про эту функцию благодаря такому интегральному ее представлению. Благодаря тому, что мы домножили, если мы могли домножить на все, что угодно, могли бы мы домножить на любую интеграл домножить. Вот, благодаря тому, что он именно такой, все замечательно получилось. Итак, значит, самое главное, мы получили теорему. Что за теорема? Полное описание от зета-функции. Что кси от s имеет аналитическое продолжение на всю плоскость s не равно 0,1. Голомордный ротик. Вот, это во-первых. Во-вторых, в s 0,1 полюса первого порядка никаких не существующих особенностей всего лишь первого порядка. Вычеты равны 1. Может быть, плюс минус 1. Вот. И самое главное есть функция равнения. кси от s равняется кси от 1 минус s. Но это, конечно, про функцию кси, но перейти от кси к зете несложно. Потому что, ну вот, они так связаны. Функцию гамм, g от s очень несложно понять, поскольку это выражается через гамма-функцию. У гамма-функции хорошо известно аналитическое продолжение, где расположены полюса в отрицательных точках. Вот. Поэтому из этого уже получается про зета-функцию вся информация. Вот, например, такие забавные связки возникают, поскольку есть связь между s и 1 минус s. Но что такое зета-от двойки? Это сумма обратных квадратов. Это 3 квадрат на 6. Но зета-от двойки по функциональному равнению это зета от минус 1. Зета-от минус 1 это сумма всех натуральных чисел. Таким образом, получается, что сумма всех натуральных чисел использует функциональное равнение. Вот это то, для чего догадался Эйлер. Значит, если аккуратно все проследить, то это будет 1 двенадцатая. Потому что это следует функциональному равнению из того, что сумма обратных квадратов до π квадрат на 6. Здесь вот это π сокращается с темпи. Вот. Ну, или, например, что сумма вообще единиц сколько всех натуральных чисел, Сколько всех натуральных чисел? Их минус 1 вторая. Вот так. Сколько всех натуральных чисел? Получается такой момент. И теперь финальное замечание к этому разделу. Значит, что давайте напишем чуть более симметрично к c от s. Это функция g от s конечно умножить на z-то функцию. Давайте вспомним, что z-то функция сама разлагается в произведении по всем простым, да? То есть это умножить на произведение по всем p 1 минус p минус s минус 1. Вот это вот надо запомнить, что это произведение по всем простым таких локальных множителей и еще на такой множитель. И вот цель всего дальнейшего будет объяснить, почему вот этот множитель и то же самое. Почему, в чем взаимосвязь между этими множителями и этими множителями, и как можно было бы догадаться до этого множителя, глядя только сюда. Вот. То есть вопрос, каков смысл этого самого GATS. Хорошо. Есть вопросы сейчас, нет? Вообще, идея сигнала в том, чтобы все было понятно до самого конца, поэтому, пожалуйста, задайте эти вопросы, если что-то непонятное. Ну, вот в том смысле, что это, что такое сумма единиц? Это Z от нуля, правильно? Посмотрите, Z от нуля, как-то, да? Какой там козаторный смысл? Если проект аналитический продолжит, то получится такое вот. Ну, вот как бы, да. Больше ничего, кроме этого. Другой можно продолжить получить другой. Нет, ну продолжать можно, как мы знаем, только один с вас. Так что. У Уиллера это было, хотя он не знал ничего про аналитические продолжения, в этом его гений, да, что. То есть, еще раз, это как средство аналитического продолжения, вот так вот, можно сказать, ну, или даже насколько это. Итак, теперь следующий раздел, он будет называться «Числа как функции». Есть такая книжка, Олег Николаевич Паршин называется «Путь». Вот, и там вот одна из глав так и называется. Там, в принципе, про это хорошо написано, более подробно, чем то, что я буду рассказывать. Итак, значит, сначала есть некоторые аналогии между тремя... Давайте вот как-то так размечу. Есть некоторые аналогии между тремя мирами. «Путь». 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 Значит, вот здесь давайте мы будем просто абстракт написать, что, значит, сначала мы рассматриваем поля и кольца. Ну, я на самом деле очень напомню, что поле, значит, такое множество, где есть две операции, плюс умножить, есть обратный, минус, есть умножить, есть поделитель, все коммутативно. Ну, это так на всех случаях. Вот, мы будем рассматривать специальные поля. Значит, в них будут некоторые подкольца. То есть, это там, где есть плюс-минус, умножить, но нет деления. Ну, например, целые числа в рациональных числах. Я имею в виду, что это как бы вот такое давайте в общем значение, КО. Но дальше мы не то, что все поля и все кольца будем рассматривать. Мы сейчас будем рассматривать три специальных сорта колец и полей. Итак, значит, первый сорт, это будет комплексный анализ. Давайте рассматривать рациональные функции. Даже не то, что... Ну, это можно обобщать на комплексный анализ, но мы в простейшем случае возьмем рациональные функции одной переменной с комплексными коэффициентами. Это, конечно, то же самое, что мироморфные функции на риммной поверхности. На риммной сфере. На cp1 c объединить в бесконечности. Вот. Ну, либо более общим можно рассматривать мироморфные функции на какой-то риммной поверхности сигма. Понятно, что это образует поле, да? Мы можем перемножить, сажать, вычесть. Вот. Теперь дальше. Здесь есть подкольцо просто полиномов. То есть то же самое, что мироморфные функции, которые голоморфны на каком-то открытом куске. А именно на c. Вот. Теперь. Дальше есть другая ситуация. Есть... Это была комплексная геометрия, есть алгебраическая геометрия. Мы можем рассматривать многообразием конечным полем. Ну, и давайте тоже в простейшем случае возьмем просто рациональные функции, но уже теперь с такими арифметическими коэффициентами. И перемены, да, если по-другому называют t, чтобы не путаться. С коэффициентами fp. fp – конечное поле, да? fp – по определению остатки по модулю простого числа p. Остатки отделения на p. Рациональные функции, значит, это поле, потому что p простое. Вот. Это такое рациональные функции с коэффициентами в таком конечном поле. Можем рассмотреть. Либо более общие. Можно рассматривать рациональные функции для тех, кто знаком. Функции на кривой над конечным полем. Ну и здесь есть тоже под кольцо просто полинома. А можно было бы рассмотреть регулярные функции на каком-то афинном открытом подможнике в кривой над конечным полем. Значит, и последний, это будет арифметический аналог, это будет поле q, в нем кольцо z, либо более общее конечное расширение. конечное решение поле q, кто с этим таком. Но сегодня у нас базовая модель все будет на q. Вот, теперь дальше следующий момент это точки нормирования идеала. Знаете, я даже не буду это писать. Просто, значит, точки нормирования идеала. Мы можем рассмотреть такую вещь. Можем рассмотреть гомоморфизм из группы поля по умножению, значит, k со звездочкой стандартно обозначает k без нуля. Это группа по умножению. Правильно? Умножать можно и делить. Группа. Можно рассмотреть гомоморфизм z. Давайте интересоваться гомоморфизмом z. Так вот, здесь у нас есть примеры таких гомоморфизмов. Здесь у нас есть точка из cp1, то тогда, значит, да, если у нас есть какая-то рациональная функция, мы, конечно, можем написать в виде произведения z минус x и t в каких-то степенях r и t. r и t какие-то целые числа. Вот. И тогда, если есть точка, то возникает такой гомоморфизм, это тут называется формированием еще, гомоморфизм, который в x от f по определению, это будет r и t, если x это одна из этих x и тах, это будет, давайте, минус суммы и ритах, если x это бесконечность и 0 и иначе. Ну, более абстрактно, естественно, можно сказать по-другому, что номероморфная функция на то, она номероморфная, что локально в окрестности любой точки на ревом поверхности ее можно написать как ряд лорана от какого-то, от локального параметра. и мы смотрим число, мы смотрим номер первого нендеревиального коэссента 2-я злорана, это будет то же самое число. Там гомоморфизм, не в другую сторону, из f каса звездочек z. Не из каса звездочек z. Вот смотрите, мы берем, вот то есть, элемент f из поля k переходит в z, в свою нормальную, в x от z. Ну, как-то из f каса звездочек понятна, по образующим, а тут... Ну, вот я говорю, как он устроен. vx, значит, он из, гоморфизм из c от z со звездочкой z. Это и таких много гоморфизмов, они связаны с выбором точки. Понятно? А почему f выписывается в таком виде произведения? Ну, как устроен шутку f? Это рациональная функция. Рациональная функция отношения двух многочинов. Любой многочин можно зажить на линейной со множественной над полем c. Правильно? Вот, поэтому распадываем и получается. Но, поскольку есть четыре дознаменателя, то эти риты, они целые, они натуральные. Вот. Здесь точно так же. Здесь тоже есть однозначно изложение на простые множители, только здесь уже не линейный поленом, а то, что называется, неприводимый поленом. Ну, давайте я, может, очень подробно не буду напоминать, что здесь есть у нас п большое, это неприводимый поленом, то тогда мы можем осмотреть значит, а f опять же, функция рациональная, ее тоже можно разложить в произведение теперь уже каких-то неприводимых поленом в степенях р и т. И, соответственно, vp от f определяется аналогично. То есть мы смотрим, в какой степени лином p входит в s. Для почти всех p, кроме конечного числа, это будет 0, а для конечного числа из них будут эти самые целые числа. Еще вопрос, что-то еще по-прежнему. c со звездочкой, а, z, это что такое? Любое поле со звездочкой. А, это... Любое поле со звездочкой. Это когда мы выкидываем 0 из поля, и оставшиеся элементы, они образуют группу по умножению, потому что есть обратные, у меня нет обратных, остальных есть. Вот. Хорошо. А что здесь? Ну, уже можно догадаться, что, видите, мы тут все нажимаем на то, что у нас есть разложение на простые. Ну, понимаешь, что в целых числах, так сказать, с этого все и начиналось, с того, что есть разложение на простые. У нас можно взять, давайте α обозначим, чтобы не путь f, рациональное число, разложить его в произведении простых, опять же, ритры целые, и vp, где p простое число, vp от α, это по определению начнуло точно так же определять, то есть, ритры, либо 0. Вот. Вот мы таким образом видим параллель, что у нас есть точки на римной поверхности, простые неприводимые полиномы в таком кольце и, наконец, просто простые числа. Просто простые числа. Такая есть трилогия. Вот. у этого всего есть потом объяснение с точки зрения геометрии, что все это соответствует идеалам, и мы как раз, в принципе, к этому собираемся прийти. Значит, теперь следующее обстоятельство. Есть формула произведения. Вот давайте посмотрим здесь. cp1 – это компактная, собственно, это компультификация c, правильно? cp1 – компактная ритмная поверхность. Давайте рассмотрим сумму по всем x из cp1 vx от f. Ну, очень несложно видеть, что эта сумма равна нулю. Правильно? И вообще, более общее, это было бы верно на любой римной поверхности компактной. Как? Ну, просто потому, что нормирование в точке это вычет для фисциальной формы df, 9 на f. А сумма вычетов на компактной римной поверхности 5 римных стоксов всех равно нулю. Поэтому это было бы верно на любой компактной римной поверхности. Вот. Теперь, что здесь? Здесь мы, когда мы тоже могли попробовать взять и сумму рассмотреть по всем простым p этих самых vp, то есть вот ирытых, да? Но как-то тут уже, так сказать, никакой закономерности с такими числами не возникает, правда? Но если мы возьмем и вместо того, чтобы взять vp от f умножим еще на степень p, степень p, простого пленома p, и переводим пленома, то тогда это будет аккуратно просто степень f. И уже это как бы это аналог вот этого соотношения. Понимаете, да? Потому что здесь у нас еще есть точка на бесконечности, но здесь мы ее так для простоты не рассматриваем, хотя здесь тоже есть точка на бесконечности, только на проективном прямое над конечным полем. Но мы просто говорим, что правая часть или сникая степень f. И мы видим, что здесь уже не просто vp она была, а их надо было каждую брать со своим весом, нормировать. Понимаете? Теперь давайте, что здесь? Самое интересное, здесь мы рассмотрим, тоже можем взять сумму по всем простым числам vp от α. Ну и тоже мы ничего хорошего про такой, то есть это интересное число, но мы как-то какой-то закономерности общую про сумму вот этих вот и рыбок сказать не можем. Но этот опыт нас учат, что надо умножать на какие-то нормировочные множества или на веса. И эти веса в данном случае это логарифм p. И тогда это будет просто-напросто равно логарифму, внимание, модуля α. Правильно? Таким образом мы видим, что у нас возникает новый герой, просто модуль α. Раньше он как-то не возникал в этой картине. Правильно? Здесь все время были степени, степени. Модуль α не сдает никакого гомоморфизма из, скажем, q со звездочкой в z. Правильно? Это уже что-то другое. Потому что, но на самом деле есть более общие понятия, а именно нормы. И норма это вот что такое. Это гомоморфизм уже из k со звездочкой, только вещественные числа больше нуля по умножению. Группы по умножению. Вот. И еще одно свойство важное. Оно играет роль. Важное свойство, что такое, что норма от суммы меньше равна суммы норм. Значит, это называется нормирование. Такая немножко странная тематология, это называется нормирование. Или дискретно нормирование, это называется нормой. Вот, например, если у нас было нормирование, и было какое-то число альфа больше единицы вещественное, то тогда тогда мы можем взять и развести альфа в степени минус v, и это будет норма. Правильно? Это несложно видеть, что это будет норма. Более того, она будет удовлетворять такому свойству, что норма от суммы будет не больше максимума. норм. Значит, вот здесь вот никаких норм не возникает, на теореме, здесь тоже не возникает. А здесь возникает вот такая норма. И есть такая теорема Остроградского, а не, Островского. Теорема Островского, что любая норма на q равна да, давайте введем понятие поэдическая норма, значит, это будет от альфа, это вот то, как я там написал, так давайте p возводить в степени, минус vp от альфа. Вот, значит, равна поэдической, да, и бесконечность норма, это просто обычный модуль. Вот. Равна вот такой вот с точностью до возведения степень, то есть такой замены, что норма переходит в норму в степени какой-то c, c больше нуля, потому что это тоже будет норма, но таким мы оттвердствляем нормы. И тогда мы видим, что правильным аналогом точки на римной поверхности является не такой гоморфизм z, как мы сначала подумали, а это норма, гоморфизм v выше нуля. И при этом, если точки на c соответствовали простым чиселам, какой-то такой более конкретный объект геометрический, то точка на бесконечность соответствует вот такой абстрактной норме. Вот, то есть вывод, такой важный вывод, на этом начинается геометра Ракилова, что точка из cp1, то есть бесконечность такая арифметическая соответствует вот такой вот обычной архимедовой норме, то есть модулю. И формула произведения, собственно, приобретает такой вид, что произведение по всем нормам, вот эта формула, это называется форма произведения, значит, она просто, если принести в другую часть, это будет говорить, что произведение по всем нормам, по всем, значит, норма альфа бесконечная умножить на произведение норм поэридических равно единице. Вот, здесь равно единице, тут равно нулю, это не случайно, потому что норма, это экспонент от вот такого нормирования, то есть это прямой аналог того, что здесь сумма равно нулю, там-то произведение равно единице. Вот, хорошо. Теперь следующий момент, что вот, давайте опять же посмотрим сюда. В комплекте анализе ясно, что намного проще и приятнее смотреть вещи локально. Ну, скажем, вот у вас есть разные римные поверхности, там у них разный рот, разный модуль, то есть они совершенно не очень разные. Но при этом, если вы будете смотреть только на функции, скажем, выбрать точку на римной поверхности и писать на функции голоморфной в какой-то ее окрестности и даже не обязательно мероморфной снаружи, то это не будет зависеть от римной поверхности, это просто одно и то же для всех точек, это зависит просто от компрессового диска. Вот, то есть локально вещи устроены проще, иногда для некоторых задачи достаточно смотреть локально. И вот эту идею мы сейчас попытаемся проговорить алгебраически в темных нормах, чтобы потом перейти, проговорить ее также в архметическом сеттинге. Значит, как это здесь можно сказать алгебраически, что значит локально? Ну вот, можно, значит, как я сказал, рассматривать локальное разложение эмилерации лора или лорана рациональной функции, а можно даже рассмотреть все ряды лорана, необязательно сходящиеся. И так с точки зрения алгебра будет проще. А именно, давайте рассматриваем такую вещь. Вот мы выберем точку x, пусть zx это z минус x, то есть локальный параметр точки x. x пусть дипросоты из cp1. Ой, из c точка не на бесконечестве. И давайте рассмотрим тут будет видно если он шутит? Нормально? Значит, давайте рассмотрим такую вещь. Рассмотрим, да, значит, я забыл сказать, что у нас возникает идеал. Важный момент. Что у нас с каждой точкой x возникает, вот здесь на обстрактном уровне возникает идеал. А именно рассмотрим mx это zx умножить на c от z. Это такое подмножство в c от z. То есть рассмотрим, все полиномы деляются на z минус x. Это то же самое, что все полиномы равны нулю в точке x. Правильно? Вот. Это идеал. Ну, я так, может быть, подробно говорить не буду, но, то есть это замкнут относительно сложения и также умножения на любой другой полином. И вот здесь такое понятие, как фактор идеал. Ну, многие может помнить. Значит, c от z рассмотрим фактор по mx. То есть, иными словами, посмотрим на остатки полиномов от деления на z минус x. Что такое остаток определения на z минус x? Это просто значение в точке x. То есть, это то же самое, что комплексные числа сами. Хорошо. Рассмотрим остатки определения теперь на zx в квадрате. То есть, по квадрату идеала. Здесь, как типичный элемент, просто какой-то a0 число. Здесь типичный элемент это a0 ну, мы можем снести начало кольца в точку x считать, что мы по z делим плюс a1 умножить на zx. Правильно? Тут еще что-то, Павел. Дальше можно продолжать процесс. В какой-то момент здесь будет c от z фактор по mx v плюс первый. И здесь элемент типичный это a0 плюс a1 zx плюс a zx v и это образует то, что называется проективный предел. То есть, у нас есть набор абелевых групп по сложению здесь. И вот они упорядочены натуральными числами и первая отображается в ту, которая с номером 0, вторая отображается в первую и так далее. Вот. То есть, это как бы такой поток. есть понятие обратного предела. Это такой набор элементов каждой из этих групп, так что они один приходят другой. То есть, это как бы у вас есть река, вы взяли в одном месте камень, например, и он потек, 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 для реки. И вот то, что получилось, это элемент обратного предела. Итак, давайте здесь мы уже вот этот патрон смотреть, наверное, не будем теперь. И просто сразу будем туда смотреть. Так, можно рассмотреть обратный предел АИ ЦЗ ОМХ вытой. То есть, набор остатков при делении, так что один приходит другой. Ну, что такое набор остатков? Это означало коэффициент А0. Здесь вот этот, он должен быть ровно этим А0, поскольку приходит в него. Значит, плюс дальше какой-то А1. Потом А0-1 зафиксировано какой-то А2. Итак, на каждом шаге выбираем любой следующий новый. И обратно при делу это будет буквально и заморзно рядам Тейлора от ZX. Реды Тейлора. Вот, то есть, вот так алгебраически это и есть локальное рассмотрение гламурных функций, как его остаток, его класс в ряде Тейлора. Ну, и можно еще для удобства рассмотреть рядов Тейлора, то есть, это поле частных кольца рядов Тейлора, ряды Лорана, это отсюда элементы, это один ряд Тейлора поделить на другой ряд Тейлора, уже ряды Тейлора, а это называется ряды Лорана. но явно можно так представить не как дроби, а, конечно же, явно можно представить так, что это просто сумма АИТ ZX в ИТ, где и могут быть отрицательными, но начиная с какого-то момента, и больше оно, чем какой-то И0. И0 это какое-то целое число. Начиная с какого-то момента, может быть, Z минус сотый плюс какой-то Z на Z 50 и так далее. Типичный, значит, элемент, что-то говорят Тейлора, например, что говорят Лорана, это ряд от переменной ZX, Frag, в смысле Fraction, это поле частных кольца, это по определенным отношения вот это кольцо, и Frag, это все-таки отношения, элемент кольца определить на элемент кольца, это уже будет поле, ну как по целым числам мы ставим рациональные, да? Все правильно, вот, значит, но здесь это проще будет выглядеть, дело в том, что мы можем сократить, и реально любой элемент отсюда будет выглядеть вот так вот, не будет все деления, реально, что нужно делить, это делить на степени Z, X, такое упражнение, что все остальные и так обратились. Солёж, просто скажу, что единственный нулевой коэффициент, в ряде Тейлора не нулевой, то можно обратить, да, по формуле генетической прогрессии. Вот. Хорошо, теперь что же здесь происходит, вот в этом мире, когда мы построим такой же эффект. И так мы приходим по поделению поэдических чисел, когда мы построим такой же эффект, то есть они являются прямым аналогом локальных ростков гламожных или мироможных функций. если мы здесь построим тот же эффект, мы, получается, мы берём кольцо Z, там, вместо идеала MX, что такое MX-то? Мы взяли вот этот элементик, чем был характерен этот элемент ZX? VX от него, я вращу внимание, что VX от него, вот его характерная особенность, было равно единице. А теперь мы должны взять такой элемент VP, от которого равно единице. Ну, то есть самое простое число P, например, подойдёт. Поэтому давайте рассмотрим фактор по P на Z, то есть то, что у нас обозначалось FP. Дальше здесь мы можем рассмотреть остатки отделения на P квадрат. И так далее. Можно остатки отделения на какой-то P вытой. И опять же возникает обратный предел. То есть мы должны взять и выбрать себе какой-то остаток A0. Дальше другой буквы, значит, R0. Дальше взять и выбрать себе остаток R1 отделение на P квадрат, так что по модулю P это будет уже выбранный остаток R0. Здесь мы должны выбрать какой-то остаток R, так чтобы он переходил в выбранный здесь остаток P деления на P в степени минус 1. И так далее. То есть вот такая согласованная система остатков. Набор таких согласованных систем остатков их можно складывать, правильно? Потому что взятие по модулю это уважается сложение, умножение. Вот это образует кольцо. И вот по определению мы берем обратный предел вот таких Z по P в этой Z. И это называется вот это наш теперь центральный будет герой поэдические числа. Кольцо целых поэдических чисел. То есть поэдическое число это набор остатков согласованных друг с другом. По модулю степени одного и того же простого числа P. Сейчас сейчас я прокомментирую. Как они согласуются? Так что если дали остаток подделения на P квадрат, мы конечно можем посмотреть а что он дает по модулю P, правильно? То есть еще раз поделить на P что ли? Поделить еще раз с остатком на P. Или например дали по модулю P вы 3. Ты можешь посмотреть, что он дает поделиться остатком на P в минус 1. Потом поделить на P минус 2. И вот ты выбрал все остатки до P минус 1. Здесь должен быть не A по какой остатке, а такой, который по модулю P минус 1 даст уже выбранный ранее остаток. А то R1 если поделить на... То есть R и T по модулю P в минус 1 это должно быть равно P минус 1. Вот такой между ними закон. Это мы требуем. Вот. И как ты делал заметил Владимир Степанович, значит любой элемент здесь подобно как здесь мы писали как ряды Телора, так же здесь их тоже можно писать как бы как ряды Телора, а именно можно писать как ряд от степеней P с теми-то коэффициентами АИТа, где АИТа это числа от нуля до P минус 1. Правильно? Ну потому что действительно что такое остаток отделения на P? Это А0. Потом как сдезайнировать остаток отделения на P квадрат если уже известен остаток отделения на P? Мы должны написать какой-то коэффициент при P. Больше у нас нет. Нет никаких квадратов. Потом написать какой-то коэффициент при P квадрат и так далее. И вот так значит у нас получается. Но очень важное замечание что если здесь конечно здесь умножение было непочтенным мы если умножаем один ряд от T лора на другой то это конечно мы АИТа с АИТами штрих не умножаем. Там есть понятно что мы еще учитываем что Z умножается. Но сложение здесь почленное. Так вот здесь оно ни разу не почленное. Это очень важно заметить. Это не то же самое что ряды просто от формальной переменной P. Что сложение не почленное я обращу внимание. И сколько меняется да. И больше оно нуля. Такой бесконечный ряд. То есть например почему не почленное? Потому что вот есть ряд 1 где нет никакого коэффициента при P. Если мы возьмем вот сами с собой P раз то это уже будет такой ряд где нет никакого коэффициента свободного а уже раз коэффициент 1 при P. Поэтому ну сложение так как числа складывается. Хорошо. Теперь у этого еще является некий топологический смысл. Да и купе определение. Купе поле пайдических значит это кольцо. Вот. А это поле пайдических чисел это опять же вот это самое я пишу то есть поле частных кольца ZP это альфа делить на бета где альфа бета и ZP и подобно как все происходит с рядами Теллора мы получаем Ределорану здесь тоже любой элемент можно написать в таком виде сумма а ИТ П в ИТ где И больше какого-то элемента и 0 то есть такие как бы Ределоран простого числа P и важное замечание что и здесь и здесь нам будет еще нужно в дальнейшем такое лгебератическое простое наблюдение что элемент альфа из ZP обратим то есть альфа на какой-то бета равно единице бета тоже из кольца ZP в поле все обратимы а в кольцах не все тогда и только тогда когда А0 и равно 0 это важное замечание то есть все обратимы это такие ряды от P которые начинаются с неналевого кольца но в это пока легко поверить если сначала поупражняться с рядами Теллора но здесь все очень похожим образом устроено так теперь важный топологический аспект внутри всех конструкций тут я заметил что да я не заметил значит надо заметить что если абстрактно если у нас есть такая норма то вот это неравенство конечно же чего-то напоминает оно напоминает аксиом метрики так вот если есть такая норма то возникает метрика где расстояние между двумя элементами поля на поле метрика возникает это по определению норма X-Y это будет метрика вот это здесь написано что это метрика Ну, например, если поле, просто вот, пример, самая простая норма, которая все знакома со школой, это просто то, что здесь было, это самая точка на бесконечность арифметических, то есть просто модуль. Понимаете, что модуль, значит, у нас есть поле вещественных чисел, между двумя вещественными чиселами есть расстояние. Это есть вот самое ρ. Вот. Ну вот, например, рациональные числа, как все понимают, они плотные в r, они, естественно, не полны, они плотные в r. То есть предел рациональных чисел, он не обязательно рациональное число. И r является пополнением рациональных чисел по вот такой метрике, правда? Так вот, можно любое поле с метрикой пополнить, это абсолютно абстрактная конструкция. Если у вас есть поле, в котором закон о сложении и умножении непрерывен относительно метрики, а это так и есть, получается, вот, то тогда можно пополнить и получить новое поле, которое тоже будет топологическим, то есть где закон о сложении и умножении будет непрерывен, но там оно еще будет полным, любая последовательность каши будет сходиться. Вот, например, здесь. Если мы так сделаем, то пополнение рядов лорана по метрике индуцированной точки х, то есть возникающие из нормы индуцированной точки х, которая, в свою очередь, возникает из нормирования, связанных с точки х, это ряды лора от этой самой переменной zx. Как несложно видеть. Как это понять? Ну, потому что с точки зрения этой метрики, какие ряды лора близки к нулю. Если ряды лора начинаются с zx-миллионной, то он уже близок к нулю. Если zx-миллионной, то он еще ближе к нулю. То есть мы видим, что... Но первый его триллиард членов, это, конечно, рациональная функция, правильно? Конечное число. Вот, поэтому мы видим, что сколько угодно близкого ноль, мы можем приблизить рациональную функцию в такой метрике. И тут я, как на пальцах, объяснил, что z-миллионной здесь. Ну, а то, что здесь все полно, любая последовательность каши сходится, это связано с тем, что мы себе все разрешаем. Мы берем любые ряды лора, там у них все проценты, все проценты могут быть не нулевые, поэтому тут все полно. Вот, аналогично здесь q полно, q плат, q, p, это пополнение, то есть r я уже сказал, но q, p тоже пополнение q относительно метрики, связанной с числом p, который возникает из политического нормирования. Вот, то есть вот эти локальные поля, давайте то, что было вначале, называть глобальные, да, потому что глобальная вся кривая. Тут мы взяли одну точку, смотрим в ее окрест, это поэтому называется локальное поле. Эти локальные поля, это полные топологические поля, вот это их важные свойства, полные топологические поля. r, q, p, rideloran, вот эти поля, это полные топологические поля. топологическое поле там без умножить сложить это непрерывная операция ну как топологическая группа группы ли а полностью что у них не просто палубились метрика и относительно этой метрики они полный пространство с тобой опасность каши сходится вот теперь очень хорошо мы движемся по графику у нас полтора часа так что да там был анонсирован очень 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 хорошо теперь значит у нас все полно времени теперь небольшой экскурс функциональный анализ небольшой экскурс функциональный анализ вот мы дошли до с вами до того что локально мы получаем полный топологические поля более того они еще локально компактные сейчас напомню что такое и вот значит когда возникают локально компактные поля но это там с ними связаны две группы одна посложение другое по умножению то сам бог велел заняться анализом фурье итак сейчас небольшое напоминание про анализ фурье мне кажется очень красивая разница функционального анализа который может быть не всегда рассказывается в такой степени абстракция абстрактность который наш раз будет нужен и так значит третий раздел анализ фурье сначала напомню что такое двойственность по пандрегену вот пусть есть локально компактная группа уже локально компактная группа то есть это топологическая группа смысл что закон умножения непрерывен то ли компактная группа а локально компактная значит это любой точки же маленький же существует компактная окрестность то есть существует открытые подможности содержащие в каком-то компактном подможности значит это компактно а уже открыто такое может показать технически на самом деле очень важное естественно топологическое свойство вот пусть есть локально компактная группа тогда можно смотреть двоечную группу до коммутативность и самый главный коммутативный здесь можно сказать афиглавная вещь закон сложения кандатин умножения но мы давайте все умножение писать значит можно смотреть гомоморфизмы из группы же даже так линицу множество это называется характер из группы же в в комплекте на окружность давайте как-нибудь с 1 называть то есть множество комплексных чисел таких что z по модулю равной единички на смотрят все такие гомоморфизмы которые непрерывные естественно это разумно и гомоморфизмы это называется двойство значит здесь тоже можно вести топологию это называемая локально открыто компактную в общем пока интуитивно ясно что наверное можно понять что такое когда у вас есть непрерывное два топологические пространства когда два отображения между ними близки ну в общем есть полное естественное определение давайте не буду проговорить слух вот значит и еще одно обозначение что если аж уже допустим замка для подгруппы то тогда ну принципе может любая тогда аж поведикуляр ортогонал это такие характеры которые при ограничении на аж тривиально ну то есть здесь вот группа с 1 по умножению окружность то есть переходит в виде нейтральный элемент группы то есть в единицу а здесь на единица ну так когда есть классическая форма скажем или спаривание между аэкономическое пространство там тоже можно брать ортогонал подпространство правильно вот теперь давайте пример какой-то вот пример у нас уже возникали можно смотреть например r тогда к нему двойственной группой то есть мы рассматриваем все непрерывные отображения из r в s 1 вот хорошо известно что это опять же r эта группа с модульсона а именно элемент какой-то игрек отсюда дает такое отображение вот то самое которое было при обзоре их приходит если при минус 2 пи и x и грек компактивный компактивный это самое главное да иначе начать посетили все другая иначе конечно нужно представление посмотрите же многомерные сша не характера даже бесконечно мерный уж так игрек подает такой характер при этом чему равен жертву деклар кто может сказать то это с этим еще не сталкивался то есть что такое все таки игрек что есть цепень 2 x и грек для любого целого x будет единица но это опять целый числ да потому что как известная формула элера любимая есть цепень 2 пи вот значит это опять z то есть это ортогонала она ортогонально сама к себе хорошо другой пример давайте это мы посмотрели на одно пополнение поле q теперь посмотрим другое другое это будет купе то все мы пришли рассмотрим да группа по сложению естественно я не сказал группа сложения извините можете купе давайте рассмотрим тоже по сложению что к нему двойственная оказывается опять она сама двойственная это я давайте повышен должен объяснить купе со сложением двойственная это опять сама купе элемент бета дает такой характер альфа переходит в давайте рассмотрим есть степени теперь же с плюсом 2 пи умножим альфа на бета это вообще поэдическое число правильных умножить на бета это опять поэдическое число рациональное прошу возить внимание тут пока еще не стер мы взяли элементы из купе то есть это какой-то ряд так сказать лора на п альфа на бета взять экспонент отряда лорана мы не понимаем что значит бесконечно от конечно понимаем от рациональных самоза экспонент так вот надо взять кусок до нуля то что называется главная часть комплекса анализе то есть надо рассмотреть такую вот фигурную скобочку давайте обозначим где фигурные скобочки от поэдического числа гамма от суммы а и ты привыкай большевого полка и 0 это по определению конечная сумма ой от этого самого 0 до 0 строго меньше 0 очень важно а и ты привыкай например если если 0 больше 0 то тогда вот эта самая штука это просто 0 по определению то есть это единица берем то что называется главную часть только у поэдического числа вопрос что такое zp передикуляр правильно она сама потому что действительно кто приходит в ноль кто приходит в единицу при таком отображении у экспонента те кто равны вот здесь нулю кто есть равно нулю ровно zp такие элементы которых нету главной части будет рациональный ну а теперь мы обсуждаем такие падежки чисто что на какое целое не умножь она всем будет целом но это буквально только целое то если вы берете ряд лорана такой что у нас же на любое лето вор это будет опять ретелору знаешь ваша отвара на взятого вот поэтому это еще важно опять zp другой пример локально компактной группы это r со звездочкой купе со звездочкой вот к ним двойственно уже устроены купе пока не салют немножко хитрее персаживающие всякие заморства почти их мы обсуждать не будем нам была нужна именно двойственность аддитивная ну не совсем очевиднее некоторое упражнение но она как бы в лоб но не надо поселить конечно немножко повозиться но очевидно да он спросил сейчас на спорта но там грубая так на самом деле за части общего идея что если у вас есть две группы топологические между ними имеется спаривание в с 1 1 2 группы а и б на беже же стих между ними спарили в с 1 который не выражен то есть нет ядра то есть вот пусть пусть просто с одной стороны это ядра из другой станет ядра это общий факт что отсюда следует что одна или дочь на грубой естественно и наоборот то есть это вот так как бы не надо конкретно по личке числа засыпется это такое общее утверждение но общее но как-то вот она ну как не конечно мир эффектно пасад доказать что если с ним же спарим то а то что здесь нет ядра это легко проверять сюда в этом случае точно так как и тут тоже можно проверить что это игра хорошо вот теперь следующий герой преобразование фурье да всем мир фара еще мира хара только мира хара вот и замечательная теорема что значит можно теперь мы еще подключаем теорию меры к топологии вот у нас есть и полокально компактная коммутативная группа вот на него же смотрят теорию мир разные меры можно рассматривать но вот на группе довольно естественно рассматривать такую меру которая вряд ли это сдвигов то есть вы взяли подножки посмотрели какого размера потом взяли зеленый метгруппы а по прежнему того же размера вот как в естественном пространстве для нас двигается вот вверх а это мера называется мере хара значит утверждение теорема что на локально компактной группе не в это компактивный даже существует мера хара такая мера называется мере хара то есть и варианты относительно сдвигов так топологии влияет на то какие вообще бывают меры на множество значит и ряд носительных сдвигов и она единственная стоящая до умножения на скаляр понимаешь что если мы взяли меру умножили в два раза то она по-прежнему будет вряд ли с тобой других нет и она единственная стоящая до умножения и богат какие что измеримые я сейчас мы здесь не помню но и там как и баррельский но что приветствую да 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 так же как в делается вот стоящая до прописанности вот ну например наш пример эти меры несложно усмотреть ну например когда r это мера дэнс давайте посмотрим на купе а я послал купе здесь есть одна мера стоящую прописанальности но вот как там эту прописанность фиксирует давайте посмотрим на целые периодические числа дело то что эти самые целые периодические числа вот эти удивительный момент в купе это одновременно и открыты и замкнутые компактное подможивание открыто замкнутые и компактное вот в пайдичкой топологии но то сказать почему она открыта и замка одновременно потому что z5 это на сами такие элементы у которых расстояние до нуля меньше или равно не этого числа в то же время так как все расстояние это степени п можно сказать что это такое такие элементы которые строго меньше некоторого А растаяние, на котором... Расстояние 0а строго меньше нер것а, потому что все растояния прибегают дискретно. Надо немножко раздвинуться. Ну а то, что компактно, это... Как там, компактно, значит, любая последовательность должна сходиться. Но то, что любая последовательность имеет сходящую подпоследность, если у вас последовательность из рядов Тейлора, то найдется сходящая подпоследность. Это несложно видеть, потому что внаigопления происходят эти коэффициенты по очереди. И так мы получаем подпоследность сходящаяся. Поэтому это компактное. Стало быть, у меры ХАРа, которая тут есть, дмю P от ZP, должна быть некоторая, она открытая замка. Это не компактно, даже какое-то конящее число. Давайте ее нормируем так, чтобы это бы равнялось единице. День права. Вот. Теперь другой пример. Группа R со звездочкой. У нее двое, если мы не обсуждали, но мера ХАРа, это вот как раз dt на т. Здесь dt лучше, примерно. dt на т. Это сам мера, которая у нас входила вот в эту функцию G. Вообще внимали. Вот, теперь есть еще QP со звездочкой. Здесь открытым компактным будет то, что называется ZP со звездочкой. Вот это обратимое, это давайте ZP со звездочкой вот здесь обозначим множество обратимых элементов. Вообще звездочка у кольца всегда обозначена всем элементам. У поля это как раз все, кроме нулевого. Вот. То есть такие ряды Теллора, которые начинаются с не нуля. С не нуля. Падические ряды Теллора. Значит, это опять открытая компактная знамка-то. По похожим причинам. Давайте отнормируем нашу теперь меру ХАРа. Вот уже другая мера ХАРа, малификативная, да? Так, чтобы объем этого самого QP со звездочкой тоже был равен 1. Вот так мы зафиксировали меру ХАРа на QP со звездочкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь дальше преобразуем фурье. Теперь главное, что если у вас есть функция на группе, пусть она из L1 от группы, то есть интеграл модулю по группе по мере ХАРа сходится, тогда у нее есть двойственная функция. Это будет функция на G двойственную, которая от ХИ по определению это интеграл по G, F от G на ХИ от G. Вот, ну вот, видя как устроено спаривание в самодвесности Р и Р, мы видим, что это ровно то самое преобразование фурье, которое было в самом начале. Значит, пример, что я хотел сказать. Да, сначала, перед тем как пример, общее утверждение. Нам понадобится одно общее свойство таких вещей. То есть, пусть H это замкнутая компактная подгруппа. Рассмотрим такую рейтинг функции H. H это, как называется, индикаторная функция подножия. То есть, она от G равна единице, если G принадлежит подгруппе, и нулю, если G не принадлежит подгруппе. В случае, например, можно рассмотреть подгруппу стоящую до одной точки. Может быть такая? То есть, такая дельта функции на H. Давайте рассмотрим, чему равно ее преобразование фурье. Я утверждаю, что ее преобразование фурье это H приведикуляр, то есть ортогонал. Это нам понадобится. И вот доказательство, мне кажется, очень красивый, такой знаменитый трюк. Значит, давайте посмотрим по определению. И H от H. То есть, мы хотим понять, что И H от H равно нулю, если H не из H приведикуляр. То есть, если H нетривиально на H ограничивается. И, наоборот, равно на единице, если H тривиально ограничивается на H. Как это понять? Значит, это по определению интеграл по группе G. И H от G на H от G. Д G. Дмю от G, я все. Вот. Значит, ну это то же самое, что интеграл по H, поскольку у нас и H, да? H от G. Те ограничены на H. То есть, характер ограничен по группу. Дмю от G. Вот. Вот я утверждаю, что это равно единице, либо нулю, зависит от того, единица, если характер H тривиальный, на H, и нулю, если H нетривиальный. Ну, действительно, если H тривиальный, это просто H везде равно единице. Это интеграл меры единицы по группе. Это ее объем. И вот тут главный трюк, что есть нетривиальный. То есть, и найдется какой-то элемент, так что H от H 0 не равно единице. Тогда вот этот стандартный трюк, давайте сдвиг сделаем на группе H, на этот элемент H 0. Мера Хара на то, чтобы не меняться при сдвиге. Вот это на того марсизма, чтобы умножиться на H от H 0, но это должен быть по форме замены переменной, интеграля, это должен быть то же самое число. То есть, мы видим, что это число равно самого себе умноженного на тот самый H от H 0. Вот, а стало быть, оно равно нулю, такой стандартный трюк. Вот. Все, теперь давайте примерять их к нашей эпидемиологической ситуации. Хорошо. Так. Собственно, это раздел 3.3, он и будет называться уже Z-интеграл. Напомним, что G от S, вот эта самая функция, которой мы хотели дать смысл. Это интеграл по R, но, конечно, мы считаем, что P R со звездочкой, без нуля это все то же самое. Есть теперь минус P T квадрат на модуль T степень S, DT делить на T, помните? И теперь мы уже у всех этих членов имеем несколько функциональных смысл, функциональный анализ. Это мера Хара. Это, ну, просто норма. Значит, у нас на поле R есть норма выделенная, это пополнение Q относительно нормы. Вот эту норму берем, а с вами степень S. А это, да, я забыл сказать важную, ой, извините, извините, я забыл сказать важную вещь, что вследствие той теоремы, того утверждения, что если мы рассмотрим такую индикаторную функцию ZP, то ее прирождение Fourier, это будет она опять сама. Поскольку ZP сама себе ордогонала. Вот, а кроме того, если мы рассмотрим E в сеть минус P T квадрат, то это тоже будет она сама. То есть мы видим, что и эта функция, и эта функция, они обе выделены. Вот эта самодвоественная функция в поэтическом мире, а эта самодвоественная в вещественном. Тут, конечно, надо сказать при такой философской мысли, что здесь самодвоественная функция, это функция, которая выделяет индикаторная функция. Она выделяет под кольцо ZP среди всего, правильно? Это, значит, функция E ZP выделяет ZP, она вот так устроена, она выделяет ZP под кольцо среди всего поля. А вот эта функция, она вот так устроена, она как бы ничего не выделяет. Но вот есть такая, в принципе, как бы задумка, что есть, должна быть, теория таких нечетких групп, вроде как в фритографии, должно быть, использовано, что каждый элемент, он... Вот здесь что? Здесь, на самом деле, просто вероятность, к которой элемент принадлежит под группе. Он либо принадлежит, либо не принадлежит. А здесь у каждого элемента есть своя вероятность. Вот заметьте, 0, он с вероятностью 1 прибежит, все остальные уже так поменьше. И, ну, на самом деле, должна быть, там, теория магоморфизма, например, для таких групп. Интересно сделать. Там, вроде Патроса, но не все получилось. Но, на самом деле, если это осознать по-настоящему, то вот это, как раз, и будет правильной теорией полезного элемента. Потому что это, как раз... Но это пока мало, никому не далось. Ну, итак, а это, значит, самодвойственная функция. Теперь, что, естественно, сделать? Взять и повторить все то же самое в поэдическом мире. Правильно? Давайте посмотрим все то же самое в поэдическом мире. Итак, вычисления. Вот это центральное вычисление, которое я хотел показать. Прилежащие Тейтер и Васави. Давайте все то же самое напишем в поэдическом мире. Итак, будет интеграл по купе со звездочкой. Здесь что должно быть? Здесь должна быть вот эта самая... Здесь даже конкретнее. Здесь функция, значит, индикаторная липогруппа. То есть, ИЗП. От какого-то поэдического числа альфа. Здесь что? Здесь стоит норма. Ну, то есть, поэдическая норма. Здесь норма это бесконечности, а тут поэдическая норма в степени С. Ну, а здесь какая-то мера Хара. Вот она там у нас была отнормированная. Значит, мера Хара мультипликативная от альфа. Давайте посчитаем, чем это равно. Поэдический интеграл посчитаем. Ну, так звучит, конечно, гордо, поэдический интеграл, но можно с ним легко разобраться на самом деле. Потому что вот это самое купе со звездочкой, это что такое? Это не нулевые ряды Лорана. У любого ряда Лорана есть свое нормирование, как мы обсуждали. Это, конечно, дивизионное объединение во всем целом И. П в степени И умножить на ЗП со звездочкой. Понимаете? ЗП со звездочкой – это ряды Тейлора, начинающие с нелюбым коэффициентом. Понимаете, что любой ряд Лорана – это его первый коэффициент умножить на ряд Тейлора. П в какой-то степени, то есть сдвиг от какого-то такого вот ряда. То есть все разлагается в дивизионное объединение таких штук. Теперь мера. Заметьте, вот эта функция, вот эта функция, она зависит только от И. Значит, вот эта функция степени ИС ограничить на вот весь такой кластер, на все такое подножество, это будет что? Это будет П в степени минус ИС, правильно? С И. А поделение этого кластера – это тот, у которого норма данная. Теперь дальше. Я хочу сказать, что на всех этих подножествах у них одна и та же мера. Почему? Да, и чему она равна, кто может сказать? Вот что, мера. Чему равна мера П в И умножить на ДП со звездочкой? Мера мальфикативная вот эта, поэтическая. Значит, она была мерой Хара, поэтому она вариантом относительно с Двипа, правильно? Поэтому это то же самое… Как? Нет. Это если бы у нас аддитивная была мера, а эта мальфикативная, она та же самая, что и у ИС-П сожжёрышки. А УС-П сожжёрышки просто по определению положили равной единице. То, что ты говоришь, это было в аддитивную. Понятно? Мера у всех одинаковая. Вот. Функция, вот. Ну, а теперь что означает вот это? Вот это вообще тоже зависит только от И. Вот эта индикаторная функция, что такое ряд Лоран является рядом Тейлора, когда это И больше он нуля, правильно? То есть мы реально должны рассмотреть по всем И, которые больше он нуля. То есть получается, что это тот самый интеграл равен сумме по всем И больше он нуля. Мере, то есть единица, умножить на назначение функции. То есть на П в степени минус Си. Чему это равно? Это равно как раз локального множителя дета-функции. Вот это как бы главное наблюдение Тейтой и Вассавы. Потому что получается, что вот эта функция G от S, на которой давно жил Диман, и локальные множители дета-функции, которые в самом начале определения Эйдера, они обе имеют абсолютно один и тот же смысл с точки зрения меры Хара, с точки зрения локальных полей и с точки зрения теории Фурье на них. Это вот такие вот... Мы берем норму, значит, и потом умножаем на самодвойственную функцию. Вот так. Вот давайте самодвойственную функцию обозначать. Да. Ну вот, собственно, мы уже подошли к определению... Я обещал под конец. Подошли к определению Адели. Давайте я минут за 5-7 ее расскажу. Какая здесь возникает естественная идея? Что мы увидим, что полная эта функция, та, которая имеет симметрию, это произведение вот таких локальных интегралов. Ну, естественно, как-то это произведение интегралов сделать так, чтобы это было интеграл почему-то одному. И тогда уже, может быть, гораздо проще, и так и есть, и как бы культурно делать уже функциональность на этом чем-то одном, что произведение всех локальных полей. Вот, но, значит, просто так взять произведение нельзя. Объели. Хотим дать смысл вот этой самой функции Кси, которая произведение по всем П. Мы берем вот эту самую интеграл, который интеграл по R со звездочкой, давайте F бесконечность, обозначим вот эту функцию, которая самодвочная, демьер бесконечность, и умножить на то же самое по всем П. Fp, то есть вот эту функцию обозначим Fp, который смодвольствует на Fp, а эту F бесконечность. Вот. так, здесь то же самое Fp на норму поэзическую с демью P. Вот. То есть, но есть формула Фубини, правильно, если у нас есть произведение двух интегралов, то же самое, что интеграл по произведению двух пространств. Здесь бесконечное число. Мы, конечно, можем их взять, просто все перемножить. Но непонятно, как определить на этом деле меру, произведение мер, потому что у нас возникает произведение бесконечное число измеримых как подножеств, если мы просто перемножим. Мы хотим, чтобы мера была равна произведению мера, но тогда это произведение может не сходиться. Вот. И тут возникает идея того, что надо брать не произведение, не все Декартово произведение всех, а то, что называется отдельное ограниченное произведение. Заодно эта идея, она также приходит из геометрии, потому что если мы посмотрим на римную поверхность, то же самое, мы рассмотрим на рациональную функцию, то рациональная функция почти везде будет иметь нулевое нормирование. Почти везде не будет у нее ни нуля, ни полюса. И вот идея в том, что надо брать наборы рядов лорана. То есть что такое перемножить все? Вот в моей вошлой ситуации это набор рядов лорана. Такие наборы, которые почти везде, они обратимы. Почти везде они из РТП. И это будет правильное образование. Итак, определение. Отдели. Это Р умножить на ограниченное произведение по всем. То есть можно было начать сразу с этого определения, но несложно. Но мне хотелось, главное, объяснить идею, как все это возникает. Купе. То есть что такое ограниченное произведение? Это элемент о бесконечности из Р и набор элементов АП. Таких, что АП принадлежит ZП для почти всех П. То есть для всех П, кроме конечного числа. И ИДЛИ. Это вот то, что нас будет интересовать. Это Р со звездочкой умножить на ограниченное произведение КУПЕ со звездочкой. То есть подобно. Мы берем А бесконечности АП. Таких, что АП почти везде принадлежит ZП со звездочкой. Для П со звездочкой, так сказать. Для почти всех. Вот. И тогда типичное подножство, мы не можем здесь рассмотреть, выбрать по подножству измеримого в каждом П и всех перемножить. Это не будет элемент вот здесь. Но, например, чтобы получить измеримый подножство, мы можем сделать так. Мы можем в каждом КУПЕ почти во всех выбрать ZП. А в конечном числе выбрать что-то. И тогда такое произведение, почти все его со множеством, будут равны единице. Потому что мера ZП равна единице. И на таком мы можем запредить меру. То есть обе эти вещи. Это топологическое кольцо. Это топологическая группа. Локально компактная. Здесь есть анализ Фурье. Собственно, мера ХАРа. Она вот так вот собирается из произведения локальных мер ХАРа. И всю полную Z-функцию можно написать. Значит, АДЛ обозначается обычно буквой А. А ИДЛ давайте обозначим А со звездочкой. Вот. На них возникает функция F, которая произведет F бесконечность. Так вот, внешне умножить на все F, P. Вот есть мера ХАРа. И на АДЛЕХ также есть норма. На ИДЛЕХ. Потому что, если мы рассмотрим произведение всех локальных норм, то, опять же, почти везде эти нормы будут равны единице. Потому что почти везде ZП со звездочкой. Поэтому мы можем посмотреть нормы на ИДЛЕХ. У нас есть норма. Которая АБЛЕСКОНЕЧНОСТЬ на ИДЛЕХ. Которая АБЛЕСКОНЕЧНОСТЬ АЛФА-П переводит норма АБЛЕСКОНЕЧНОСТЬ по бесконечности на произведение по всем P, поэдических норм АЛФА-П. Почти все они равны единице, эти числа. Потому что для почти всех P, АЛФА-П и ZП со звездочкой. И вот это тоже, значит, норма. И, значит, окончательная формула, что Z от S, это интеграл по ИДЛЕХ. Вот эти функции, самодвойственные функции на ИДЛЕХ. F самодвойственная функция, это произведение F бесконечности, да, ее живем. F бесконечности на FP, она самодвойственная функция. Так же, как и все локальные были самодвойственные. На норму АЛФА в степени S до имени саджурщика от АЛФА. И, собственно, глядя на эту формулу, можно... Зачем мы так вот обобщили доказательство Римменом? Потому что ровно такое доказательство можно обобщать на случай других числовых поля. Именно на случай, если рассматривать конечное расширение поля Q, например, Q от I, голосового числа, или там что-то еще, присоединить, то есть корень какого-то полинома, то тогда для таких числовых полей, для них тоже есть эта функция. Их вел Дадекинд, и для них тоже можно доказать функциональное мнение. И там уже вот так вот явно, как бы, ну, можно догадаться, но сложнее уже работать явно с такими формулами, как у Риммена. Проще уже рассматривать Адели, и для них тоже есть Адели, и вот такой вот формулы на Аделях. Вот, это вот такой метод, метод Эдей-Вассам, он дает абсолютно практически всю информацию, ну, кроме нулей, про Z-функцию Дадекинда, то есть описание ее функционального равнения, описание вычетов, плюсов. Вот, и напоследок я скажу, что дальше у этой всей теории было два предупрежденных обобщения. Одно это то, что культивировал конкретно-программу Леглендса, там, значит, вот эта группа АСА-звездочек, это группа противных элементов ВА. А можно брать любую предуптивную алгебраторическую группу Ж, например, Ж, Лен, брать матрицы с культурами в Аделях, и брать, делать подобные функциональные анализы на них, это уже некомпактно, они коммунитативные будут группы, там уже возникает интересная теория представлений, вот, и, значит, возникают некоторые из этих функций, у которых тоже можно доказать функциональное равнение, это такое одно развитие этой теории. Есть другое, в любом смысле слова, предупрежденное, это то, что предложил Паршин, это обобщать с кривых на многомерие, то есть это все как бы одномерная ситуация, потому что, почему говорим одномерная, потому что мироморфный аналог, это было что-то одномерное. Вот если бы, например, у нас было бы записано какая-то, скажем, эллиптическая кривая, где А и Б это элементы, вот, я бы означал просто поле К, скажем, если К это было С от Z, то получается, что для каждого параметра Z есть своя эллиптическая кривая, то есть в сумме это уже поверхность, это расслоение на эллиптические кривые, но с кривой. Поэтому, если А, Б есть поле К и К равно Ку, то это правильно думать уже как подвумерный объект, как такую арифметическую поверхность. То есть это, конечно, кривая эллиптическая над Ку, но это уже поверхность, вот. И для таких вещей тоже можно определять Аделе, Паша, он придумал когда определять, там уже есть вместо точек надо брать флаги, вот, вот, и, в общем, открытой проблемой написать Z, здесь есть Z эта функция, значит, за описание ее плюсов дают миллион долларов, вот, и, ну, пока до сих пор никто не смог правильно написать выражение Z эта функция через вот такие двумерные Адели, или, там, по-видимому, должна быть какая-то нетривиальная теория представления, какая-то теория, такая смесь того с другим, вот. Давайте на этом я остановлюсь. Спасибо за внимание.